Добрый вечер, 22.00. Время новостей на АТР. Вы смотрите ЗАМАН. 11 января, 1414 день Инексии Крыма. Студийский интервью Минтов. Рустама Усманова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Это немного меньше 5 тысяч гривен. Такое решение принял под контроль на Кривлю Центральный райсуд Симферополя. Усманов один из участников одиночных пикетов, которые состоялись 14 октября. Тогда в разных уголках полуострова на акции в знак протеста против репрессии российских силовиков вышли крымские татары. Защитник Усманова Реза Изетов подчеркнул, суд проходил с нарушениями. По воле Аллаха мы не промолчали на эту несправедливость по поводу наших братьев мусульманков. Решение суда было очевидно. Оштрафовали также на 10 тысяч рублей. Мы свое сделали, как мусульмане, а их суд наступный день оставил. В протоколе содержатся данные, которые противоречат друг другу. То есть во всех трех документах есть противоречия. Это один момент. Второй момент. Протокол был составлен без уведомления лица. Кроме того, в полученном моим доверителям копии протокола указана 27 ноября. Дата получения уведомления, которая подшита к делу, значится 8 декабря. То есть по факту прошло очень много времени перед тем, как уведомили. Рассмотрение так называемого дела 26 февраля перенесли на неделю. Подконтрольный Кремль и Симферопольский районный суд таким образом намеренно затягивает процесс, говорят правозащитники. У адвокатов-фигурантов этого дела своя версия. Какая знает Сабрина Асанова. Горячий кофе, душевные разговоры, объятия под зданием так называемого Симферопольского райсуда Людно. Это говорит о том, что здесь рассматривают очередное дело против крымских татар. На 10.30 по Крыму назначено слушание по так называемому делу 26 февраля. Дабы они не чувствовали себя одинокими. И показываем поддержку, что мы крымские татары, мусульмане и не только все, единое исламское ум. Каждое утро, на которое мы просыпаемся, смотря страницы соцсетей, были ли обыски, не были ли обыски, кого-то задержали, кого-то к чему-то принудили, кого-то похитили. И каждая из нас старается быть частичкой этого народа. Суд так и не состоялся. Адвокат Эдем Семидляев говорит, что рассмотрение дела перенесли на неделю из-за технических проблем в суде. Сегодняшнее заседание по 26 февраля не состоялось. Его отложили на 18-е, на час дня. В связи с тем, что ходатайство об изменении обвинительного заключения не удалось вручить потерпевшему. Вручить почтальону. До кого-то еще не дошло просто. Поэтому отложили на 18-е, на час дня. Председатель ЦИК Курлтая Заир Смидля не пропускает ни одного заседания суда по этому делу. Считает, что оккупанты намеренно затягивают процесс. Просто проходит время, идет тянучка. Все мы знаем, что этот судебный процесс незаконный. Над незаконно арестованными людьми. Сегодня судни не знают, под какую статью подвести. Как бы их осудить, чтобы придать вид законности. Дело 26 февраля. Одно из самых резонансных среди сфабрикованных дел в оккупированном Крыму. Возбудили его почти три года назад. Оккупанты судят исключительно крымских татар за якобы участие в массовых беспорядках во время митинга 26 февраля 2014 года. Тогда под стенами крымского парламента прошла акция сторонников аннексии полуострова и крымских татар, которые отстаивали территориальную целостность Украины. По данным оккупантов, в результате давки погибли двое. И почти 80 человек получили ранения. Али Асанова, Мустафу де Герменджи, Эскендера Кантемирова, Арсена Юнусова и Эскендера Мирвалива обвиняют в участии в массовых беспорядках на митинге. Асанов и де Герменджи два года отсидели в СИЗО. Сейчас под домашним арестом. Остальных отпустили под поручительство. Сабрина Асанова, Заман, АТР. Узир Абдулаев, фигурант сфабрикованного в Крыму дела Хизбут Тахрир, останется под стражей еще как минимум на месяц. Подконтрольный Кремль и Верховный суд Крыма отклонил апелляцию на продление ареста пятого фигуранта Симферопольского дела. В декабре другие четыре фигуранта этого дела, Эмиль Джимадденов, Айдар Саледдинов, Рустам Асмаилов и Тимур Абдулаев, пытались обжаловать свой арест. Но суд оставил так называемую Симферопольскую пятерку Хизбут Тахрир под стражей до 11 февраля. Заседание традиционно проходило в закрытом режиме. По данным координаторов правозащитного объединения Крымская Солидарность, интересы обвиняемого сегодня представлял российский государственный адвокат. Доказательства незаконного призыва жителей Крыма в ряды российской армии собирает сейчас прокуратура Автономной Республики Крым. За три года аннексии вооруженных сил оккупанты призвали более 10 тысяч жителей полуострова. Таковы данные Крымской правозащитной группы. Принуждение украинских граждан служить, а также судебные иски за отказ от прохождения службы, это международное военное преступление, уверяют в прокуратуре. И настаивают, сведения об этом будут передавать в Международный уголовный суд. Государство оккупант не имеет права заставлять людей на оккупированной территории служить в ее вооруженных силах. В прокуратуре Крыма просят их информировать о подобных фактах. Прокуратурой собираются доказы совершения оккупационной власти за фактами призыва незаконного дола в Российской Федерации, граждан Украины, которые живут на территории певострова Крыма, на десану им соответствующих повесток. Оперативным шляхом нам сейчас получено ряд таких повесток. Проводится допит сведений. Санкция статьи предпочитает избавление воли на строк от 8 до 12 лет. В случае смерти человека при этом злочении от 12 до до вечного ввязания. Россия арестовала еще одного правозащитника. Чеченские силовики позавчера задержали руководителя местного представительства правозащитного центра «Мемориал» Уюба Титеева. Сегодня его арестовали на два месяца, обвинив в хранении наркотиков. Коллеги Титеева уверены, так официальный Грозный пытается расправиться с критиками власти. Подробнее в сюжете. Чечня. Утро вторника. Руководителя представительства правозащитного центра «Мемориал» задерживает полицию. 64-летнего Уюба Титеева обвиняют в хранении наркотиков. В машине якобы нашли пакет с веществом со специфическим запахом марихуаны. Глава «Мемориала» эти обвинения опровергает, а его коллеги утверждают, наркотики ему подбросили. 180 грамм марихуаны обнаружили у Уюба Титеева. Вот верю ли я в это? Не верю по нескольким причинам. Во-первых, я много лет хорошо знаю Уюба Титеева. Он не только верующий мусульманин, такой спокойно, но твердо верующий. Он еще и спортсмен. Он боксер, он следит за собой. А Юб и любые наркотики, это несовместимо. А Юб Титеев возглавил чеченское представительство международной организации «Мемориал» после того, как его предшественницу Наталью Эстемирову убили летом 2009 года. «Мемориал» общества, которое занимается правозащитной деятельностью и сохранением памяти о политических репрессиях. Представительство «Мемориала» действует в ряде постсоветских стран. В украинском офисе задержание Титеева называют спланированной акцией для запугивания несогласных. На задержании чеченского правозащитника отреагировали ряд международных правозащитных организаций. В частности, откликнулись и за океаном. Освободить Аюба Титеева требуют в Госдепе США. Официальный Грозный международную реакцию уже окрестил давлением на следствие. Маргарита Потапова, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Глава МИД Германии выступил за поэтапную отмену санкций против России. Условия – постепенное выполнение минских соглашений российской стороной. По мнению Зигмара Габриэля, начать отмены антироссийских санкций можно при длительном перемирии на Донбассе. Если Российская Федерация готова на длительное перемирие, она должна за это что-то получить. То есть поэтапную отмену санкций. Так считает глава МИДа Германии Зигмар Габриэль. По его мнению, это должно мотивировать Россию выполнять минские договоренности. А вот идею об одномоментной отмене всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения минских соглашений он назвал оторванной от реальности. Мы ввели санкции постепенно и мы постепенно снимем их. Это действительно общеизвестный факт. Заместитель председателя Меджилиса Ахтем Чайгоз считает, такие заявления угрожают дальнейшей безнаказанностью террора со стороны Российской Федерации. По словам Чайгоза, это сигнал, что следует еще больше противодействовать подобным идеям в европейском сообществе. Ведь вряд ли глава немецкого МИДа не знает о российской агрессии в Украине и ее жертвах. Последователей Шродера, Ле Пен, которые продались за нефтедоллары России в Европе еще достаточны. Подобного рода заявления это спекуляции. Все, кто сегодня пытаются способствовать проведению имиджевых проектов российского президента, его окружения, они становятся соучастниками его преступлений. И придет время, и они за это ответят все. 21 декабря ЕС сообщил о продлении санкций против России еще на 6 месяцев, до 31 июня этого года. Экономические санкции против России из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе ЕС ввел еще в 2014 году. В марте 2015 года возможную отмену санкций привязали к выполнению Минска, поскольку ожидали, что процесс продлится до конца 2015 года. Елена Сыцук, Никита Проскурин, Заман, АТР. План Путина. Россия готова передать Украине боевую технику, оставшуюся в аннексированном Крыму. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Говорит, Россия готова к переговору по этому вопросу. Более того, в Крыму ожидают украинских военнослужащих, которые просто приедут и заберут корабли. Отдельно он отметил, что есть и значительный боезапас. Его можно утилизировать на месте. Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевом состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически и была. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу. Заявление Путина, командующий военно-морских сил вооруженных сил Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко, назвал грязной российской игрой. Как именно будет реагировать на него Украина, будет решено на уровне высшего политического руководства государства. Эрдоган выдвигает условия Соединенным Штатам. Президент Турции заявляет, Анкара не экстрадирует в Америку ни одного подозреваемого, пока Вашингтон не выдаст проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в организации попытки военного переворота в июле 2016. Как известно, Анкара неоднократно обращалась к Вашингтону с просьбой о его экстрадиции. Однако американские чиновники заявляют, что судам необходимы достаточные доказательства для его выдачи. Фетхуллах Гюлен живет в Соединенных Штатах Америки в добровольном изгнании уже 20 лет. Мы выдали США 12 террористов, они не вернули нам ни одного, которого мы хотим. Если вы не отдадите нам Гюлена, тогда простите нас, но теперь, когда вы попросите нас о каких-то других террористах, пока я нахожусь в должности, вы их не получите. В Украине хотят ввести уголовную ответственность для артистов, которые гастролируют в России. Надсовет по вопросам телевидения и радиовещания настаивает на внесении изменений в некоторые законодательные нормы. Там говорят, что часто получают обращения граждан относительно выступлений на телевидении украинских артистов, которые активно зарабатывают в стране-агрессоре. Надсовет готовит соответствующие правки и в ближайшее время отправит в парламент среди предложений создания реестра гастролирующих в России артистов и наложения соответствующих титров во время их выступлений. Это все новости на сегодня. Мы будем следить за происходящим в Украине и мире и расскажем обо всем уже завтра в 8 утра в первом же выпуске Заван. Будьте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok